Загадочная тайна Теперь они искатели Их цель – пройти по Пермскому краю Найти хранителей традиций разных народов И передать тайны прошлого будущим хранителям Чтобы наши потомки не растворились во времени и пространстве В предыдущей программе искатели начали знакомство с хранителями татарских традиций Сережа и Влад встретились с известным пчеловодом Побывали вместе зимовья пчел и проникли в тайны пчелиных танцев А Жасмин и Аня взяли уроки мастерства у знаменитой ткачихи И узнали, откуда берутся шерстяные нити для ярких узоров Впереди у искателей новые интересные встречи Искателям пришло загадочное сообщение Чтобы узнать тайны татарской души Ищите тюльпаны Тюльпаны? Зимой? Где же мы их найдем? Это как в сказке про боснежницу Ну загадка так загадка Мы же искатели, а значит и найдем Будем искать Искатели! Вперед! Чтобы эффективно провести операцию Найти тюльпаны Искатели решили разделиться на две команды Сережа и Влад отправились в одну сторону А Жасмин и Аня в другую Кто первым найдет след загадочного тюльпана Покажет время Река и мальчишки Это соседство всегда обещает приключения Конечно, в проруби тюльпаны не растут Но не могли же Сережа и Влад пройти мимо А вдруг бы нашли волшебную щуку Но судьба приготовила им встречу с другим волшебником Сначала мы увидели колышущиеся ветки кустов А потом и человека Из-за которого ветви качались Кустарник оказался ивой А человек местным знаменитым мастером по дереву Зовут его Мерсояв Матынович Матынов На реке он оказался не случайно Пришел за материалом для плетения корзин Какие вы ветки берете? Самые удобные, самые мелкие ветки надо ломать Крупные она не идет Ива – самое пригодное для плетения корзин дерево А вот ветла, верба или ракита для такой работы не годятся Слишком хрупкие Режут ивы для корзин с ноября по март Зимой ветки ивы особенно гибкие Их можно загнуть как хочешь Искатели решили не упускать возможность освоить новое дело И приняли приглашение мастера заглянуть в его мастерскую Мерсояв Бабай, а что мы будем делать из этих веток? Бабай – уважительное обращение к пожилому человеку Переводится как дедушка, старик Но служит скорее не указанием на число лет А для проявления уважения к почтенному возрасту Еще в татарском языке в сочетании с именем Используют слова «абый» и «апа» Как уважительное обращение к старшим по возрасту Мужчине и женщине С этих веток, ребята, будем плести корзину Хорошая корзина всегда в хозяйстве нужна Она в сборе грибов ягод поможет И для хранения овощей пригодится А еще в корзинах раньше носили сено Хранили предметы домашнего обихода И съестные запасы Основа корзины – кольцо Его делают из ивы или черемухи Кольцу крепят стояки – ивовые прутья Располагают их на расстоянии примерно 4 сантиметра друг от друга Стояков должно быть нечетное количество 17, 19 или 21 Длинные ветки ивы идут на ручку корзины Средние – на стояки А самые короткие – на донышко Ни одна срезанная веточка не пропадет Да и сам мастер нипочем лишние ветки с дерева не возьмет Все в дело пустит В нашей корзине Очищенные от коры веточки Перемежаются веточками с корой Так красивее Сначала мы с Владом наблюдали, как мастер работает Помогали немножко А потом Мерсояв Матынович доверил нам очень важное дело Нам дали серьезный инструмент Теперь команда искателей готова к серьезной работе Приступим, друг мой Кора счищается с ивового прутика Легкими движениями ножа Главное в этом деле – не повредить веточку Что же, искатели неплохо справились с заданием В это время стенки корзины выросли как по волшебству Ай да мастер! Так, ребята, начнем нижней части корзины Значит, корзина скоро будет готова Будет готова Кончики прутьев обкусывают кусачками Заостряют ножом и прячут в стенки корзины Осталось сделать ручку И корзина готова Ну, ребята, наконец-то у нас корзинка получилась С такой корзиной можно и по грибы ходить И ягод в лесу набрать И овощи хранить Да все, что угодно Спасибо, Мерсояв Бабай! Большое вам спасибо! Одну из своих корзин Мерсояв Матынович подарил искателям на добрую память А еще оказалось, что мастер не только корзину умеет плести И лапти, и колеса для телеги может сделать И по дереву режет Резьбой Мерсоява Матыновича Украшены десятки домов по всему Пермскому краю И каждый раз, когда видят люди такую красоту Вспоминают добрым словом человека, ее сотворившего Мы любовались узорами, вырезанными рукой мастера Завитки, листочки, полумесяцы, цветы И вдруг среди резных узоров не может быть! Тюльпа! Да, молодец, Валик, ты его нашел! Да, мы его нашли! Тихо! На мгновение нам показалось, что цветок излучает мягкое сияние Мы нашли его! Что так вкусно пахнет? Это, наверное, пирог пекут Вот бы сейчас попасть туда, где пекут пирог Да! Девочкам повезло! Как раз сегодня свой знаменитый на всю округу пирог Печет Фаназия Шербановна Шакирова Аня и Жасмин решили помочь хозяйке Девочки, давай сегодня испечем хахбалиш Кагбалэш Кагбалэш Многослойный пирог со сладкими начинками Раньше пекли исключительно на свадьбу Количество слоев в пироге показывало, на сколько дней гости останутся в доме Семь слоев — семь дней Десять слоев — десять дней Такой вот пирог-сообщение Сегодня Кагбалэш готовят не только на свадьбу, на любой праздник Очень уж этот пирог красив и вкусен Чтобы приготовить Кагбалэш понадобится По сто грамм сливочного масла и маргарина Литр жирной сметаны По одному стакану кефира и сахара Чайная ложечка соды И полкило муки Вариантов начинок множество Изюм и чернослив Клубника и земляника Малина и смородина Черемуха и ерга Финики и урюк Халва и орехи Все и не перечислить Размягченное масло и маргарин перетирают с сахаром Добавляют сметану, кефир, муку и соду Соду вгасим лимонным соком А еще каждая хозяйка кладет в тесто секретный ингредиент О котором никому, кроме своих дочек, не расскажет Пусть все разгадывают тайну особого вкуса Мы понемножку добавляем муку и замешиваем тесто Тесто так вкусно пахнет, что его хочется немедленно съесть Но мы терпим, помогаем месить Какое же оно получается мягкое Из теста мы раскатали тоненькие блинчики Их нужно подрумянить на сковородке Основу пирога, большой тонкий круп из теста Выкладывают в форму А дальше чередуют начинки и слои Даже зимой на этом пироге цветут розы Их делают из разноцветного теста И смазывают сверху яйцом Мы даже стихи и сочинили Сверху сад, внутри услада Наш пирог гостям от рада Красота! Пирогу осталось немножко потомиться в духовке И Девочки, у нас пирог испекся А, какой красивый! Это мы сделали? Да, мы сделали Разбудите мне, пожалуйста, если я сплю А подавали такой пирог раньше? Натостимали А что это такое? Тостимал Вот это наш тостимал Можно посмотреть? Посмотрите Вау! Тостимал Не просто узорное полотенце Это и дорогой подарок И семейная реликвия Которая передается из поколения в поколение Почти сплошь Тостимал 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 Существует свадебный ритуал Танец с полотенцем Аня Аня Смотри Тюльпаны Тюльпаны Золотые руки Так про нее люди говорят А где же пирог? Для кого пекли его сегодня? Повод особенный В доме праздник Именины дочки Фаназии Шербановны Зовут ее Фрида Вот и гости подоспели Собравшись за одним столом Поют песни Славят именинницу Песня 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 Гости вручают имениннице подарки И говорят добрые слова Желая счастья, здоровья Благополучия Фриде и ее семье Дарит свой подарок и Фаназия Апа Она вручает дочке пирог И вышитый тостымал Как материнское благословение Настало время праздничного пирога Его аккуратно разрезают на кусочки И раскладывают по тарелкам гостей Именины не свадьба Долго в доме гостить не принято Но по традиции слои пирога Пересчитывают Нахваливая хозяйку И ее умелые руки А после возносят Богу Благодарственную молитву В ней говорится Спасибо Аллаху за эту еду За этого хозяина Заканчиваются именины веселым караваем По-татарски эта песенка-игра называется Ахалаш В ней чествует именинника А он выбирает в общем круге того Кто ему особенно дорог Ахалаш, Ахалаш Сигенимне Аллахаш Ахалаш, Ахалаш Сигенимне Аллахаш Привет, мальчики Привет, девчонки Как дела? А у вас? Мы пирог испекли И тюльпаны нашли А мы корзину плели И тоже тюльпаны нашли, да? Да Ну что, пойдемте? Ну пойдемте Давайте ваш пирог в нашу корзину положим Давайте Давайте я понесу Давайте Смотрите, какой красивый дом Я знаю Это мечеть Ох Видите? Снова тюльпан Да, я тоже вижу Точно Сделай букет тюльпанов Еще один тюльпан нашли искатели И эти частые встречи с нежным цветком в татарской деревне Не случайность У каждого народа есть свой символ Наделенный большим значением У татар один из таких символов тюльпан Его изображение можно встретить в вышивке В убранстве домов и мечетей Дикорастущий тюльпан Прекрасный цветок бескрайних степей Первым просыпается после зимы Поэтому татары считали его символом обновления и возрождения С приходом ислама тюльпан стали называть цветком Всевышнего Так как в арабском языке слова тюльпан и Аллах Роднят одни и те же буквы Тюльпан есть и на флаге республики Татарстан Искателям удалось увидеть, как совершается молитва в мечети Пермские татары и башкиры – мусульмане-сунниты Пять раз в день они совершают намаз и собираются в мечетях, чтобы вознести молитвы Аллаху Обращение к Богу очень важно для всех народов Слово «религия» произошло от латынского слова, которое означает «связывать», «соединять» Людей, объединенных одной религией, роднят представления об устройстве мира На Пермской земле проживают разные народы и исповедуют они разные религии Кто-то молится в мечети, кто-то в православном храме, кто-то в лесной роще Для кого-то священная книга Коран, для кого-то Библия, кто-то почитает лики святых А кто-то возносит молитвы солнцу и воде Но все мы уважаем верования друг друга Несмотря на внешние различия, разные религии говорят людям об одних и тех же ценностях Стремись к добру, чти родителей, никому не чувствуй злобы и зависти Будь терпимее, люби ближнего и никогда не делай ему того, что не хотел бы, чтобы сделали тебе самому Любая религия осуждает неправедные поступки и учит жить в гармонии с миром Смотрите в следующей программе Ноги сами просятся в пляс Игра, от которой не оторваться Посиделки, на которых не сидится Искатели ждут новые встречи с хранителями татарских традиций Под родными небесами Есть секреты с чудесами Мы отправимся Их искать Рядом с нами чудо-клады И заметьте только надо И сумеешь ты Будем встать Одно на свет Оно нам дело Смотрищи и действуй Все, родителей нам суждено найти Стипенски игра, искатели в пути Стипенски игра, искатели в пути Изгатели!